Спонсор программы «Твое здоровье» сеть аптек «Апрель». Всегда рядом! 12 мая во всем мире отметили День медицинской сестры. С уважением и признательностью к этой профессии относятся и на полуострове. В Республиканском центре здоровья поздравляли, награждали и дарили цветы тем, кто выбрал нелегкую профессию. Сегодняшний выпуск посвящается всем медицинским сестрам. Для начала предлагаю окунуться в мир истории и подробнее узнать о празднике. Откуда он пошел, кто его основатель и как давно празднует его Россия. Служба профессиональных медсестер была организована во время Крымской войны англичанкой Флоренс Найтингейл. Она вместе со своими помощницами, среди которых были монахини и сестры Милосердия, отправилась в полевые госпитали сначала в Турцию, а затем в Крым. Но была и другая героиня истории. Не профессионал, но знаток своего дела. Даша Севастопольская. Эта девушка стала легендой. Молодой ушла на фронт без медобразования. На свои средства она оборудовала первый походный перевязочный пункт. Севастопольской ее окрестила народная молва. В жизни же Дарья Михайловна получила героя обороны Севастополя в Крымскую войну. Я стою на кургане. Мои светлые мысли о Даше, милосердной сестре, неизвестной по книгам войны. По тропинке вон той она истому в бой уходила. Как мне хочется душу упрямые девчонки понять. Ты куда? Здесь стреляют! Наступился строгий Корнилов. А в ответ Севастополь, любимый, пришла защищать. Хотя фактически празднику уже более 150 лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. В России же праздник отмечается с 1993 года на всех уровнях. Праздник действительно святой. И, вы знаете, мне кажется символично, что вот день рождения Даши Севастопольской, который установлен 12 мая, и то, что вот недавно мы отмечали день победы, эти даты находятся рядом. Потому что на самом деле эта профессия сестра милосердия родилась-то на войне. И, наверное, ни одна война не прошла бы так быстро и победоносно, если бы эти женщины там не присутствовали, если бы они не вкладывали свой труд, если бы они не жертвовали своей жизнью ради того, чтобы спасти других. Это началось еще в Крымскую войну 1953-1956 года, затем это продолжилось и в другие войны, и в русско-японскую, и в Первую мировую войну, и в Великую Отечественную. Мы с вами знаем, что юные девушки весом 50-60 килограмм на своих плечах, простите, тащили здоровых раненых мужиков, чтобы все их поставить в сруй, и чтобы они шли защищать Родину. В торжественном зале многолюдно в профессиональный праздник собрали лишь самую малость заслуженных медсестер Крыма. В адрес тех, кто каждый день проявляет новосердие, теплые слова в виде благодарности и пожеланий, награды, грамоты, цветы и аплодисменты. Вот тот взрыв патриотизма, который мы видели, людей, которые шли с портретами своих родственников, вспоминали тех, кто погиб на войне, показывает, насколько это рана еще не зажившая, и насколько она ценна нашему народу. Но я возвращаюсь к главной мысли сегодняшнего дня, что все это было возможно еще и потому, что были медицинские сестры, были врачи, которые тащили эту войну и прибежали на победу своим подвигом. Я хочу сказать вам спасибо за ваш повседневный труд. Почему? Потому что, да, врач, конечно, лечит, но все-таки основная повседневная, тяжелая, изнурительная работа лежит на медицинской сестре. Это и процедурная медсестра, это и сестра, которая операционно ассистирует, это и медсестра, которая сидит на амбулаторном приеме с врачом, это и медсестра, которая ходит по участку и оказывает помощь больным. Это тяжелая работа, и больные разные, и нужно и терпение, и доброта, и человечность, и собственное настроение. Иногда спрятать, чтобы поднять настроение больному, потому что больной, когда просыпается, первое, что он кричит – сестричка. Он зовет сестричку, потому что ему плохо, и она должна подойти и сделать так, чтобы ему стало легче. Медицинским сестрам, которые не одно десятилетие посвятили своей профессии, тем, кто выполняет ответственно и с любовью свою работу, тем, кто каждый день дарит пациенту заботу, надежду на выздоровление и веру в завтрашний день, наградили орденом отличия Даши Севастопольской. Награда возродилась в Крыму в 2013 году, но за два года ее удостоились лишь несколько человек. Сегодня список пополнился. В крымских медицинских учреждениях трудится более 11 тысяч медсестер. Выпускают профессионалов в медицинском колледже. Дорогие медсестрички, разрешите вас поздравить с этим важным праздником вашей профессии и жизни, с Международным днем медицинской сестры. Так повелось, что у нас в Крыму есть символ Даша Севастопольская. И мы призываем соответствовать этому символу и стремиться проявлять себя в этой гуманной профессии в полной мере. Потому что это не работа, а это образ жизни, это профессия, это призвание. Поэтому хочется в этой профессии, чтобы вы чувствовали себя профессионально и отдавались нашим уважаемым пациентам, больным и людям, которые исповедуют здоровый образ жизни полностью. А вам за это было признание наших соотечественников. К слову сказать, нехватка этого звена ощущается всегда. На сегодняшний день, например, необходимо почти 3000 сестер, чтобы закрыть имеющийся кадровый пробел. Но несмотря на это, специальность востребованная и уважаемая. В этом уверен министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский. Популярность можно говорить тогда, когда наш медицинский колледж ежегодно полностью выпускает наших медицинских сестер. Работают ли они в этой профессии всю свою жизнь или нет? Наверное, нет. Кто-то считает, что этот труд непосильный, а кто-то без этой профессии жить себя не представляет. Дело не в том, какой возраст. Дело в том, как мы воспринимаем и отдаемся этой профессии. Понимаете, потому что вообще медицина – это такая отрасль, которая построена на душевном отношении к этой профессии и к людям, которые окружают. Труд – это больные люди, да, и больные не только физически, но и психологически. Чтобы вылечить и помочь этому пациенту, нужен невероятный труд, терпение, толерантность. Это те качества, которые в повседневной жизни трудно передать. А вот на больничной койке, в лечебных учреждениях, в санаториях это хорошо чувствуется. Профессия медицинской сестры, несмотря на все сложности, достаточно популярна. Медицинские колледжи – большой конкурс, особенно в последнее время. Потому что именно деятельность медицинской сестры на современном этапе приобретает совершенно другой аспект, совершенно другую, наверное, высоту в профессии. Сейчас медицинская сестра – это не просто помощник врача, это самостоятельная профессия, которой в медицине уделяется все больше внимания. Действительно, у нас направление в государстве на профилактическую медицину, и вот именно этот участок работы отдан будет медицинским сестрам. Полномочия медицинской сестры будут расширяться. Медицинская сестра соответствующей квалификации будет иметь право вести самостоятельный профилактический прием, давать рекомендации пациентам, помогать молодым мамочкам в уходе за детьми. То есть профессия на совершенно новом уровне, она развивается. К своим словам, министр здравоохранения добавляет, для того, чтобы жилось медсестрам лучше и комфортнее, на высших уровнях будут делать все возможное. Это общее дело. Не только Министерство здравоохранения, но и всех муниципальных образований. Поэтому, если руководители городов и районов будут проявлять заботу и внимание о нас, значит, и мы будем идти туда, где нас будут привлекать, и нам будут хотя бы жилье, быт. Там я уж, мы не требуем концерты устраивать или какие-то вечеринки, да, но наладит молодому специалисту быт, да, дать жилье, пусть это будет служебное. Это будет первой ступенькой к тому, что молодые специалисты будут ехать в наши отдаленные регионы и будут трудиться на этом поприще. Медсестра – это не просто профессия, это призвание. Каждый день на посту. Палатная должна всем поставить капельницы и уколы. Поставая – оформить медицинские бумаги. Процедурная должна перевязать, наложить повязку или взять анализы. Операционная медицинская сестра нужна в самый ответственный момент подать нужный инструмент, проконтролировать стерильность помещений. Участковой нужно обойти все квартиры, где ее ждут больные. Диетической – расписать меню. Тем, кто трудится в кабинетах с узкими специалистами, им нужно заполнить карты, помочь врачу на приеме. Врач, как птица, без медсестры он с одним крылом. И только вместе он может, возрождаясь, помогать больному и спасать человеческие жизни. Поэтому сердечно поздравляю вас еще раз с праздником. Крепкого вам всем здоровья и здоровья вашим семьям. И чтобы Боженька хранил нас. И никогда не пришлось ни медицинской сестре, ни санинструктору, ни врачу выйти на поле боя, чтобы спасать больных. А только в мирное время и еще лучше профилактически помогать людям. Медицинская сестра, наверное, самая милосердная, самая гуманная профессия. Действительно, это не просто профессия, это призвание. Можно даже сказать, наверное, служение людям. Медицинская сестра – это самый милосердный человек, это помощник врача. Этим словам подтверждение сами медицинские сестры, особенно те, кто, выбрав свою профессию, не свернули с пути и остались многие десятилетия верны своему долгу. Героиню нашего сюжета зовут Надежда Васильевна Восягина. В праздничный день она выглядит торжественно. В профессиональный праздник заслуженный медработник удостоился медали имени Даши Севастопольской. Обычная же повседневная жизнь Надежды Васильевны выглядит по-другому. Маска, бахилы, операционная. Одеваю масочку, одеваю бахилы, одеваю свежий костюм операционный и моюсь на операцию. 40 лет своей жизни она отдала медицинскому сестренству и 32 года из них проработала операционной сестрой в 7-й городской больнице. Каждый раз, заходя в оперблок, медсестра переживает вновь и вновь за пациента, за исход операции, за каждую минуту, проведенную рядом с врачом. За больного переживаем, как операция пройдет. Обязательно. Такие люди – подтверждение того, что профессия медицинская сестра действительно очень важная, гуманная и такая необходимая для каждого пациента. И можно говорить уверенно, награда нашла своего героя. В том, что она заслуженная, не сомневаются и сослуживцы Надежды Восягиной. «Награда, я думаю, заслуженная. Конечно, неожиданная. Где-то что-то коллектив знал, но ей ничего об этом не говорили. Хотели, чтобы это был сюрприз. Хочу я поблагодарить нашу Надежду Васильевну за ее верность в долгу, верность в профессии, за ее долгий, профессиональный, добросовестный труд». Сама же Надежда Васильевна рассказывает, профессию выбрала еще в детстве. Будучи ребенком, она всегда проявляла милосердие и приходила на помощь к тем, кто попал в беду. «Я еще с детства ее выбрала. В детстве приходили девчонки, у кого-то за ножи вытащить, у кого-то пальчик. Все ко мне почему-то я перевязывала. А когда поступила в училище, мне вообще дома называли медицина». И несмотря на то, что профессия ответственная и сложная, особенно морально, Надежда Васильевна уверена, если бы жизнь пришлось прожить заново, она снова стала бы медсестрой. Ведь это призвание, а не просто работа. «Сталкивается с многим. Люди все разные. Есть боль, есть сожаления, жалость, страдания. Так что надо каждому посочувствовать, потому что все мы… Не знаю, как лучше сказать. Бывают ли какие-то переживания, страхи?» «Конечно, конечно. И страхи, и переживания. Я вот работаю 40 лет уже операционной сестрой. И каждый раз, когда идешь на операцию, все равно какая-то есть тревога. Потому что каждая операция, название может быть одинаковое, а сама операция разная. Потому что каждый человек, организм другой». Песня «Сталкивается с медицинской сестра» «Под белыми халатами незримо, Бьется сердце жарко, как костер, В борьбе за жизнь стоит неутомимо. Песня «Сталкивается с медицинской сестра» «Армия российских медицинской сестер» «Медицинские сестра, медицинские сестра, И снова не ищут пути». «И вместе с врачами, по первому зову, На помощь готовы прийти». Спонсор программы «Твое здоровье» сеть аптек «Апрель». Всегда рядом!